Сегодня каждый ребенок как минимум полдня проводит в школе или 8 часов в детском саду. Для родителей особенно важно, чтобы за это время у их ребенка была возможность полноценного приема пищи – свежей, вкусной, качественно приготовленной. А это, в свою очередь, находится на постоянном контроле местных властей, в том числе, постоянно действующего в районе Межведомственного совета по питанию. О том, как организовано питание в школах и детских садах, смотрите в первом материале выпуска. Время обеда. По коридорам школы номер 17 доносятся звонкие голоса ребят. Это утомленные учебным процессом ученики спешат в столовую, чтобы подкрепиться. Запеканка, сырники, омлет, рыба с картофельным пюре, салаты из свежих овощей – все это предоставлено на выбор школьников. Так называемый шведский стол – удобная форма подачи блюд, которая сейчас активно используется в школах. Сегодня мы предлагаем нашим уважаемым деточкам на выбор три блюда. То есть это у нас будет куриная котлета с картофельным пюре, пельмени и будет у нас бедро жареное с отварными макаронами. Также на выбор им дается три салата. Очень любят курицу, пельмени любят, плов любят дети у нас, свежие яблоки. Очень-очень любят запеканка картофельная с мясом. Это вообще ребята здесь на ура. Шведский стол уже используется в трёх школах Славинского района – в 17-й, 25-й и лицее номер 4. Такой большой выбор блюд не оставляет равнодушным ни одного старшеклассника. А система талонов позволяет быстро и без очереди взять блюдо, которое понравилось. Шведский стол очень удобен. Раньше приходили и сразу брали еду со столов. А так есть шанс выбора. Блюда очень вкусные, горячие, свежие. Также чай, сок. Ну, самое любимое блюдо – это когда-то пельмени. Эти дни у нас как красные дни календаря. Ну, у нас столовое разнообразное питание, поэтому шведский стол – это удобно, потому что каждый ученик может выбрать то, что ему нравится. Например, если кому-то не нравится рыба, то он может взять котлету. Если кому-то не нравится котлет, то он может взять рыбу. Но у нас блюда всегда горячие, хорошие. Всегда чай горячий и хорошо кормят. Безусловно, школьное питание ориентировано прежде всего на здоровый пищевой рацион. Так, например, в лицее номер 4 с этой целью для тепловой обработки продуктов используются варка, тушение, приготовление на пару и запекание. Но процесс организации питания в школе – это не только закупка продуктов и приготовление пищи. Очень большое внимание уделяется и материально-техническому состоянию школьных пищеблоков, их оснащению современным технологическим оборудованием. Процесс приготовления идёт непрерывно в течение всего рабочего дня. Начинается процесс приготовления в 6 утра, когда закладываются основные продукты, а затем уже в течение дня с помощью пароконвектомата, который готовит пищу очень быстро и качественно, идёт приготовление горячей пищи на каждую перемену. Процесс приготовления пищи обязательно контролируется. Контролируется он работниками больницы, потому что в штате больницы находится работник школы, медсестра, которая обязательно проверяет приготовление пищи. Контролируется он родителями, которые по графику приходят два раза в неделю, не предупреждая никого, и они смотрят, как приготовлено, пробуют еду. Ну и, естественно, администрации школы, потому что этот процесс должен контролироваться каждый день. Новым технологическим оборудованием оснащённый пищеблок филиала детского сада номер 15. Это и новые электрические плиты, и электрическая сковорода, морозильные камеры, мясорубки для варёного мяса, машины для нарезки и протирания варёных овощей. Важнейший принцип в организации питания дошколят – принцип щадящего питания. В процессе приготовления блюд используется варка, тушение, приготовление на пару в пароконвектомате. В нашем детском саду приготовление пищи осуществляется на сырье. То есть мы получаем сырые овощи, мясо, рыбу, и готовим полностью весь процесс приготовления пищи осуществляется в наших цехах. У нас цеха и все производственные помещения оборудованы современным многофункциональным оборудованием, что позволяет нам приготовить пищу, калорийную, хорошую, вкусную пищу. Все продукты как в замороженном виде, так и в готовом. В школы и детские сады Славинского района доставляет комбинат школьного питания, который работает с 2011 года. КШП обеспечивают все школы полуфабрикатами мясной и рыбной продукцией, а также выпечкой. Пароконвектоматы, тестомесы, пельменовареночный аппарат, а также шкафы шоковой заморозки. Всё это усовершенствованное оборудование позволяет обеспечить школы, отдалённые от города, высококачественными полуфабрикатами. Директор КШП Светлана Комиссарова признаётся, что продукцию они выбирают только качественную, кубанских производителей. Очень жёстко держим контроль над полноценным, качественным, сбалансированным питанием, чтобы его подавали вкусным, правильно технологически приготовленным и обязательно горячим. Потому что горячее питание для ребёнка является самым жизненным фактором. Если ребёнок питается вкусно, правильно, есть культура питания, значит ребёнок здоров. 36 школьных столовых, более 13 тысяч учеников. Сегодня у каждого школьника есть возможность получать полноценное горячее питание. А это, несомненно, одно из важных условий поддержания здоровья детей и способности к эффективному обучению. В целом, если говорить о структуре школьных столовых, то можно их разделить на 4 основные вида. Это школьная базовая столовая, таких у нас 4, куда поставщики продуктов питания по оказанию услуги питания доставляют сырьё. Из этого сырья готовятся полуфабрикаты и развозятся на те школы, которые эти полуфабрикаты используют, доводят их до степени готовности. Также у нас существует 14 школ, которые работают на сырье. В эти школы организована доставка полностью сырья, то есть сырая продукция. И школы в полном цикле занимаются приготовлением обедов для своих учеников. По словам Виталия Титаренко, в организации школьного питания предполагаются некоторые изменения. Так, для улучшения питания учеников, находящихся в школе более 6 часов, необходимо организовать двухразовое питание, состоящее из завтрака и обеда. Такая практика уже существует в нескольких школах нашего района. Для введения такой системы в остальных школах сейчас проводится разъяснительная работа с родителями. На здоровье детей экономить нельзя. Как показывает практика, родители поддерживают все полезные нововведения в вопросах организации горячего питания школьников. Ведь правильное питание – это залог здоровья детей, профилактика заболеваний, повышение работоспособности и успеваемости, полноценное физическое развитие детей и подростков. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».